Сегодня 20 июня, поближе чтобы видно было. Я хотел поговорить насчет Никиты. Я-то видишь с ним только что за столом, а вчера коснулся рядом здесь и немножко позавчера. Я не могу понять, он такой есть, каких-то хромосом не хватает или дуркует он. Ни одного дела нет, чтобы он делал, ну как принято обучало у людей, полуманкурт какой-то. Зачем ты это сделал? Ему дали косить. Сказали коси эту траву, но он видит бетонный столб на пути-то. Да вы же сказали косить всю. Ну я же не видел, что он... Ну вы же сказали. Зачем ты вот это вот начал делать, вот такое пространство большое? Там ни чурку пилить еще нельзя. Ну такое расстояние между этими. Теперь земли кидаешь, там дальше лежат вот такие вот, все заваленные. Лежит крапива, все завалено. Я вчера оттуда рвал, рвал из-под земли, вытаскивал сколько. И все, берет крапивку вот так, как маленький владенец. Голыми руками бери. Сейчас ушел, где спрашиваю несколько раз? В туалет. Ты сколько в туалете бываешь времени? Я зарядку делал. В туалете я одну минуту не буду. И в туалете было, мне сказали. Потом зарядка. Сколько в туалете бываешь, когда утром ходишь? По времени. Минута максимум. Я быстро в туалет хожу. Больше полторы минуты уже не надо. Уже вредно для организма. Это в армии. Нигде тебя никто ждать не будет. Если что-то тебя больше, только пешком и где вот келья наша здесь есть сбоку. В тот туалет уже не ходить, что тебя не видели. Дети чтоб тебя не видели, кроме по легкому зайти. Понял, нет? Понял. У меня в камере в течение года ни один не видел на горшке. Второе. Гимнастика. Какая тебе гимнастика? Люди работают. Этот готовит. Этот уже пришел в баню накачал все. Тебя нигде нету. Что? Нету. Я уже терпел, терпел. Пошел с книгами каким-то идет. Что? Зачем ты пошел в гимнастику? Вот тебе не гимнастика. Когда тут и движение и все. На гимнастике чтоб тебя никогда не было больше. Во время гимнастики только работай. С вечера назначь себе какая работа. Ты меня слышишь? Вы ему напоминайте, что я говорю. Я повторять больше не буду. Я тебя просто отстраню. Здесь дети. Они все видят. И как тебе не ай-яй-яй? Вот сказал вчера здесь занимайся. Да главное детям команду начинают. Вчера куда пошел-то? Занимайся. Да стой спокойно. Не дергайся. Вот каждый отдельно кладет. В прошлый раз Галя вместе растащила. Еще раз прихожу. На солнце лежат веники. А зачем? Это я сказал. Они на дороге. Какая тебе дорога? Два метра-то. От этой дорожки никто не ходит. То есть у него какие-то завихрения. Я теперь давай обратно все стаскивать. Кто все сделал? Ничего нет. Все смешано. Второй раз опять мои операции пропадают. То есть ты не приглядываешься, ни опыта, ничего нет. И тебе только молчать и слушать. Рядом братья с тобой где-то есть. Я не знаю до конца, то ли ты испытываешь что-то здесь, или... Ну, не настоящий царь. То есть ты не настоящий Никита. Это определенно. Таким, каким ты представляешься, вот в этих вопросах в интернете рассуждают, считают правильно. Здесь заворачивать, я уже боюсь. С детьми нигде, чтобы один я не был. Нигде. Тем более, если совсем один. В келье накажи, проверь, чтобы никто ночью не открывал. Проверь, кто старше, никому не открывать. Даже я, если приду ночью, в случае не открывать, пока не переговорю, не прочитаю все молитвы. Ты понял меня? Понял. Понимаешь, что я к тебе претензий не имею, но так не ведут, как говорят в мире, неадекватное поведение. Где-то. Вот сказали, и вот эта походка мне твоя не нравится. Вот эта у блатных, у них у всех такая походка. Они вот так вот идут. Я тебе сколько раз прошу за походка такая. Переиграть. У тебя должна быть походка такая, чтобы ты шел, видно пошло, что это идет человек. Или ты быстро идешь. А то идешь, как это задница вихряешь, вот так вот идет. Что это такое? У христианина такая походка. Это абсолютно не христианское поведение. Вроде скажешь, делает, но делает так, что все время надо глядеть рядом. Правильно делать или нет? То есть какое-то стандартное, такое тупое, железобетонное. В армии не был, в монастыре не жил, в тюрьме не был. То есть весь сок в тебе. Вот так, без родителей там или, я уж не знаю эту биографию. Но сегодня ты приглядывайся. Вот там с ребятишком где-то сказал, сказал вот так, если я рядом просик. Он ломится тогда через эту. Ну ты же видишь рядом просик, а ну вы же сказали здесь. Ну я не видел, что рядом просик, а ты-то уже по ней ходишь, видишь. Он не знает. Как будто бы никогда не видел. Разворачивает туда макушкой. Мы оттуда будем брать. Вопрос снятый. Никаких разворачивает. Вчера принес вот эти вот. Простое дело. Березовую привезли. Я говорю, их надо сделать, чтобы можно было топить. Ломает пополам. Вот такой вот длины. И бросает уже кучу. Зачем ты сейчас колено ломаешь? Брюки рвешь. Такая нападет в печку. Глаза лупает, стоит. Ну зачем? Возьми топор. Вот я тебе дал мерку и по ней давай. Теперь он каждую мерку подставляет. И как японис. Ты же сказал, да и не рад просто. Как можно вывернуть? Ты примерно глядел, что в печку входит. И быстрее, быстрее топором он. Можно ногой было переломать даже. Он спросил, а можно так? Она хрупкая очень здесь, нет? То есть делает, бросает. Вот отсюда сказал, что перенести. А разгружай даже с тобой. Разгружал ты. У него вот так, вот так, вот так. Тут же сорочиной гризоне подойти он не видит. Виктор-то рядом работает. Все они ложатся ровно. Никаких. Он вот так вот. То есть у тебя какой-то коламбур в башке. Сегодня за то, что ты вовремя не подошел, остаться без завтрака. Это первое. А дальше я посмотрю. Тебе не надо на это нарываться. Если ты меня решил испытывать, то я испытанный уже. Но я не думаю, что ты испытываешь. Ты просто такой. Дуряком жил. Я на полном серьезе тебе это говорю. Понял, нет? Да. Понял. Ты не скушай ни меня, ни Бога, ни никого. Приглядывайся как ребята. Ребята все здесь знают. Я просил пять минут. Я отхожу. Понял, нет? Смотри. В баню, значит, проверить, с кем он ходит. И как. Так, чтобы с детьми не заходил. Нигде. Полностью от детей отторонял. Со мной, со мной в баню он. С тобой. Только так, что один не ходи. В баню один не ходи. Нигде, чтобы один не был. Нигде. Просто... Тут не обижаться, ничего не надо. Тут просто надо взмолиться и плакать об этом. Это то, что тебе говорят, частично каждому из нас говорили. Чтобы мы справились, к небу направились. Были людьми, а не скотиной какой-то. Поэтому не надо не обижаться, ничего. Благодарить Бога надо и все. Также и я тоже, когда с города приехал, начал в лагерь работать. Ну, топора не держал толком. Ну, хоть я и деревенский, но все равно. А в городе там жил, как все. Вот вчера на костре. Дым идет, заложили, он заложил-то. Сколько закладывать сверху крапиву нет. Один дым идет. Ну, костер, значит, костер должен быть. Маленько положи еще там. Идет, там едва-едва курица. Берет сырое, которое вчера здесь тополевое. Как она сырая будет гореть, он не понимает, что дым не может разжечь сырое. Ну, там есть какие-то поищи. Лежу, вторую сырую тащить. Вот еще совсем одурел или еще. Вот и найди, переломай. Вчера видел, я где-то подошел, все уже запылало. И картошка там у тебя закрыта, она не горит здесь. Чтобы костер все время огонь был. И гляжу уже, ребятишки, ну, они-то дети-то это понимают. Они тебя уже не могут полноценным ставить. Вот они постоянно ко мне обращаются. А можно, а можно туда. Даже ты, сейчас скажу, сегодня ты начальник, тебе никто не подойдет. Никто не будет спрашивать. Вчера один зашел, я зашел на ваш, этот, YouTube. Да что же я тут был? Да я уже два дня, я не вылажу. Где не послушаю, все это не сходится. Здесь все так. Да вы мой духовный наставник. Человек первый раз зашел два дня. И уже вышли эти книги. Два дня. Я, говорит, по эфиру, поэтому лазил. И еще нигде отвечают, там, Смирнов и все куда-то колобродит. Я чувствую совсем не то. Это человек новый, которого я еще не знаю даже. Но я уже дал указание отослать книги. Батюшка уже увез. Человек это видит. Ты рядом видишься, посмотри, как все стройно. Вот эти лежат в куче. Скажи, а нельзя их положить? Вот так сделать, чтобы... Я тебе не могу даже доверить. Ты подойди и спроси, как. Там забить палку надо вот там в конце. И дальше все это сложить. Сложить, чтобы все лежало не в такой куче. Это все распилить, видите, принесет или большую убрать. А тут гвозди. Где гвозди? Вчера вот здесь вот. Я говорю, а почему? А тут гвозди. Ну, покажи, где гвозди. Ну, вот это все ровное. Ничего нет, это заскоплено. То есть он слышал, что гвозди, а теперь лепит, где попало. Ты не бросай. Все у меня. Понял? Попрости прощения у братьев, что ты искушал их. Простите, братьев, за искушение. Бог прости. Бог прости. Прости нас. Значит, усилить о нем молитву. Чаще поминать и проще. Я только краем глаза смотрю. Ни одного правильного у тебя движения даже нет. Походку изменить. Когда ложатся все, ты ребятам попроси, скажи, ходите за мной. Это у нас одна ходит. Она вот так, ну, полная. Она вот так, утиная. Я ее за руку подцепил. Там по ограде. Давай, давай, ходи как. Ну, она не может. Ноги больные. Так, ну, что не может? Через это переломи. Пояс о настоящем человеке. Алексей Моресев. Когда, каким вот уступиц это сделали, который ходить-то. А он перед комиссией-то. Давай танцевать, плясать-то. Так они в крови наполнялись. Он тренировался день и ночь. Настоящий человек. Это христианин. Христианины, ты все можешь отработать. Взгляд, движение. Все, речь. Отошел. Спаси Христос. Лампочка у тебя горится. Выключили.